Итак, ребят, приветствую всех! Мы продолжаем разбирать номерной турнир UC-269. Я лишь напомню, что турнир состоится на этих выходных, в ночь, в субботу, на воскресенье. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, которая пройдет легчайше. В весовой категории, где встретится Раулян Байба, и на этот раз его оппонентом становится Шон О'Мелли. В общем, как всегда, по классике. Мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьерную, и, конечно, как с выпуска подыщем вариант доставки. Итак, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда заглядывайте, так как в своем телеграм-канале я публикую скриншоты своих ставок, поэтому впречь, чтобы их не пропускать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка, повторюсь, будет в описании под этим выпуском. Ну а мы начинаем разбор, погнали! И начинаем мы разбор с такого спортсмена, как Раулян Баева. Это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2013 году. Здесь стоит подчеркнуть, что у Баева серьезный бэкграунд по бразильскому джиу-джитсу. Он выступал на чемпионате мира среди синих поясов и там смог выиграть этот чемпионат мира. Соответственно, завоевал золото. И также, кстати, он выигрывал в Штатах уже чемпионаты по вольной борьбе. В общем, до того момента, как его подписали в UFC, его рекорд был 16-0. Он, естественно, добился оригинальных промоушенах, где просто переезжал практически каждого из своих оппонентов, побеждал. А, конечно, там большинство побед были решениями судей. В общем, в 2018 году получил путевку на претендентскую серию Дана Уайта, где встретился против Алана Насимента, которого, в принципе, допобедил. Ну, кстати, также стоит подчеркнуть, что Алана Насимента это довольно-таки неплохой спортсмен, который относительно недавно подрался с нашим соотечественником Тагиром Уланбековым и проиграл тому раздельным решением судей, то есть бой там был, в принципе, близкий. Что касается дальнейших выступлений, то наткнулся на серию из неудач, а именно два поединка, да, Паева проиграл. Сначала он вышел против опытного и мастеровитого, и также топового спортсмена UFC Кайкара Франца, которому проиграл раздельным решением судей. В следующем поединке он встретился против Бонтарина, который он не проиграл досрочно остановкой доктора. В общем, после этого, казалось бы, да, что Паева уже находится на волоске от того, чтобы его уволить не из промоушена, но нет, он выдает хорошую победную серию. Он встречается против Марка Белороса, которого финиширует, после чего был поединок против Жалгаса Жумагулова, которого он также победил единогласным решением судей. Конечно, поединок там получился, на мой взгляд, близкий, да, как минимум, мне показалось, что Жалгас не проиграл тот бой, там можно было поставить ничью, ну хотя бы как минимум, да, раздельным решением Паеве отдать, потому что, еще раз повторюсь, бой получился очень и очень близкий. После этого, в принципе, Раулин Паева, да, выступил на категорию выше, были там у него проблемы со сгонкой веса в 56-м килограмм, да, и, соответственно, вышел на суперкоротком уведомлении против Филлипса. Это был, кстати, его крайний поединок, да, где он шел просто сумасшедшим антердогом, там коэффициент на его победу был, ну, плюс-минус, там, 3-8-4, где-то такие цифры были. Если кому-то интересно, вы можете в интернете поискать, да, какой коэффициент был тогда на Паеву. И, в принципе, Паева, да, действительно показал, что он, у него есть дух, у него есть характер, да, что он вышел конкретно показывать зрелище, да, и вышел не проигрывать тот поединок. В общем, тогда, в том поединке против Филлипса, как раз-таки, Раулин Паевой смог одержать ту самую победу раздельным решением судей. Ну, в принципе, здесь я считаю, да, все по делу. Если говорить о том, что я смотрел, посочитал комментарии, многие пишут, что там подзасудили все-таки Филлипса. Это, ну, не знаю, спорный на самом деле момент, бой был очень близкий, поэтому здесь судить о том, кто выиграл поединок с точки зрения любительского, любительского, скажем так, взгляда, да, в любом случае тяжело. Здесь оценивали профессионалы, и, соответственно, вот такое решение они и вынесли. В общем, переходим к бойцовским качествам. Раулин здесь стоит подчеркнуть, что сейчас этого спортсмена можно назвать полностью сбалансированным и укомплектованным, как я уже сказал, да, у него хороший регали в бразильском джиу-джитсу, у него, в принципе, неплохая защита от тейкдаунов, его тяжеловато перевести, но если его и получается перевести, то его тяжело контролировать, постоянно ищет попытку для того, чтобы встать из партера и уже поработать в стойке. Ну и в партере, в принципе, чувствуете себя довольно-таки неплохо, то есть может грамотно отконтролировать своего оппонента, который будет находиться сверху на нем, да, и не дать там ничего сделать и попробовать все-таки подняться. Кстати, тренируется сейчас Паева вместе с Юраем Фейбером, да, у него как раз-таки в лагере, где очень много хороших топовых спортсменов, где подтягивает он ударную технику, заходил к нему в Инстаграм, да, и видел, что спаррингуется он с довольно-таки серьезными ребятами, и я думаю, что все это должно пойти ему на пользу. В общем, ударной технике Паева чувствует себя неплохо, да, есть моменты, где он очень много бывает пропускает тех самых ненужных ударов, ну, опять же, если мы судим по поединку против, например, Филипса того же самого, то Филипс это боец максимально скоростной, максимально быстрый, боец, который относительно недавно смог побить топового спортсмена из Китая, Сонга Ядонга, на удивление, да, он тогда шел ангердогом и просто перестрелял Ядонга, но опять же, ребят, здесь стоит подчеркнуть, что Филипс действительно смог подобрать ключи для того, чтобы одержать победу. Судя по поединку, как мне показалось, Филипс подобрал хороший геймплан, он держал постоянно Ядонга на дистанции, да, за счет своей антропометрии, которая позволяла ему это делать, и здесь скрылись проблемы у Ядонга, что не до конца он чувствует себя комфортно, как раз-таки в стойке на дальней дистанции, и вот этим моментом воспользовался Филипс, да, он, в принципе, как еще раз сказал, да, у него длинные рычаги, благодаря которым он наносил большее количество, не то что больше, он именно процент попадания был выше, нежели чем у Ядонга. Филипс заходил на нужную для него дистанцию, выбрасывал 3-4 удара, попадал, в это время Ядонг пытался сократить ту самую дистанцию, да, промахивался, потому что уже не доставал до спортсмена, и как раз-таки вот этот момент очень хорошо поправил Ядонг в своем крайнем поединке, где он поддержал победу, причем досрочную победу нокауту. В общем, возвращаемся мы к Пайве, немножко мы отошли от него. Что касается его кардио, ребят, также стоит подчеркнуть, что выйдя на суперкоротком уведомлении против Филипса, он продемонстрировал хороший бензобак, он продержался все 3 раунда, в третьем раунде он даже поддавливал Филипса, да, когда, в принципе, казалось, что картинка должна быть наоборот, здесь при полном лагере, я думаю, что на дистанции в 3 по 5 у него не будет никаких проблем. И переходим к сопернику, Ромеля Напаева, это Шон Умели, боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2015 году, до этого выступал по любителям, по-моему, если не ошибаюсь, его рекорд был 6 побед, 1 поражение, в общем, по профессионалам Умели выступал в различных региональных промоушенах, в том числе и в LFA, во всех боях одержал победы, в огромном количестве этих боев там поединки закончились досрочно, в общем, был он приглашен на претендентскую серию Дана Вайта, где оформил действительно очень крутой нокаут, соответственно, да, его подписали в самый сильный промоушен мира. Выступил он в финале 26 сезона The Ultimate Fighters, где победил своего оппонента решением судей, после чего был поединок против Сухомстата, которого он победил, также был поединок против Хосе Альберта, которого также досрочно смог пройти Умели, после чего был Вайленд, но Вайленд, я думаю, что если вы знаете, кто это такой, это боец, который, в принципе, находится просто на, скажем так, не то что снизу, да, находится уже на такой волне, где мне кажется, что уже пора бы ему завязывать, конечно, в принципе, кто это такой, чтобы об этом судить, но, опять же, судя по его боям, мне кажется, что этот спортсмен далеко не в уровне UFC. В общем, был поединок против Альмейды, которого также нокаутировал Шон Умели, да, но, опять же, Альмейда, это бывший дом, боец, которого Коди Гарберн в свое время поломал, и у того просто карьера пошла, грубо говоря, вниз. Был поединок также против Марлона Веры, где, кстати, этот бой я разбирал на своем YouTube-канале, тогда я топил за Веру, на него коэффициент был 3,5. Почему он шел тогда таким андердогом, для меня, честно говоря, было непонятно. Здесь, мне кажется, просто за счет того, что Умели находился на хайпе, поэтому на него и дали такой коэффициент 1, что-то 1,30-1,35, на него были цифры. В общем, досрочно проиграл тогда Шон Умели, сам же он не признает то поражение, говорит, что это просто случайность, да, там была травма ноги, не смог продолжать Умели тот поединок, но, как говорится, что есть, то есть. В общем, крайний свой бой Умели провел против дебютанта Криса Мутиньо. Бой там получился довольно-таки интересный, да, Мутиньо сейчас постоянно как танк пер вперед, пропускал огромное количество ударов, но самое главное, что он и сам доносил те самые удары. В третьем раунде уже серьезно подсел, так по кардио, конечно, Умели, потому что, ну, то количество ударов, которые он выбросил, естественно, они функционал в любом случае, да, подобьют. В общем, переходим к бойцовским качествам Умели, здесь стоит подчеркнуть, что это также, в принципе, сбалансированный боец, у него коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, вообще его база, это, конечно же, кикбоксинг, и мы видим, да, судя по его поединкам, что стойка этого сильная сторона, он прекрасно себя чувствует в этом аспекте, да, то есть за счет того, что он высокий, габаритный, у него прекрасная антропометрия, то в большинстве случаев он как раз-таки ей пользуется, да, где просто перестреливает своих оппонентов, наносит им огромное количество ущерба, да, и те бойцы, которые не готовы выдерживать плотные попадания от Умели, в основном, как показывает практика, падает в нокаут. Что касается кардио этого спортсмена, то здесь каких-то прям серьезных проблем нету за счет вот крайнего поединка, где подустал все-таки Умели, да, но здесь тут подчеркнуть, что, как я уже и сказал, он выбросил просто огромное количество ударов. Таким образом, ребят, переходим и к прогнозу на этот поединок, и давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Здесь Шону Умели безоговорочно идет фаворитом, причем очень серьезным, коэффициент на его победу 1.18, в то время как букмекер оценивают шансы со стороны Раулия Накфайба на коэффициент 4.50, там, 4.70, но опять же все это зависит от букмекерской конторы. Ну, плюс-минус вот такие цифры. Ну, вы знаете, скажу честно, что я не удивлен таким коэффициентом абсолютно, потому что постоянно во всех своих поединках Умели шел фаворитом, причем огромным фаворитом. Ну, вы знаете, скажу честно, что брать за такой коэффициент Умели, а тем более, я имею в виду одиночной ставкой, да, тем более брать Умели, засовывать его в прессы, ну, не знаю, для меня это просто ужасная идея. Конечно, Умели может выиграть. Естественно, он идет за такой коэффициент, значит, в принципе, да, букмекерские конторы оценивают высоко вероятность того, что Умели одержит победу. Но скажу, что сразу, да, что с букмекерскими конторами я не согласен. Я считаю, что у Раулия Накфайбы есть шансы, причем есть шансы очень хорошие на то, чтобы поддержать победу, несмотря на то, что он идет таким огромным андердогом, да. Ну, признаюсь честно, я считаю, что, в принципе, Пайва, да, это боец, который, в принципе, подкован, да, со стороны борьбы. Это спортсмен, который встречался с топовой позицией, тот же самый Кайкара Франс, да, раздельным решением судей тогда Пайва проиграл. И крайне свой поединок против Филлипса тоже Пайва выдал очень хороший бой. Мы знаем, что Филлипс, как я уже говорил, да, это боец, в принципе, такой достойный, да, и как минимум это боец уровня UFC. И вот, смотря на эти поединки, ну, мне ни в коем случае не хочется ставить против Пайва. Я думаю, что здесь, в принципе, либо этот поединок пропускать, либо, наоборот, если уже есть желание поставить на этот бой, я бы выбрал такой вариант, как закинуть небольшой процент от банка на победу Рауля на Пайву, тем более, как я уже сказал, он идет за такой просто огромный коэффициент. Конечно, я думаю, что у Мэйли будет потихонечку, аккуратно, да, перебивать, конкретно в первом раунде, пока он будет свежий, пока у него есть силы. Но, опять же, Пайва, как я уже и сказал, он тренируется с Фейбером. Я думаю, что такой спортсмен, как Фейбер, подберет, ну, или как минимум близко сможет подобрать геймплан для того, чтобы работать против Шона Умэли. Я думаю, что в стойке, в принципе, у Пайва есть шансы на то, чтобы, возможно, где-то на духе переломить хоть встречи, да, возможно, и те навыки, которые у него есть сейчас, я думаю, что он сможет этими навыками конкурировать. Вот, единственное, конечно, момент остается открытым, это то, что, ну, многовато, конечно, Пайва пропускает ударов, но подчеркнусь, подчеркну, да, опять, что тренируясь в таком лагере, как у Пайва, да, тренируясь с очень серьезными спортсменами, с топовыми спортсменами, с бывшими чемпионами UFC, у Пайва подчеркнусь, подчеркнусь, да, подчеркнусь, 5 раз уже говорю, подчеркнусь, что у него есть шансы на то, чтобы одержать победу, и ни в коем случае я бы не стал списывать этого спортсмена. И, возможно, это будет камбэк года. В общем, здесь в качестве победителя я выбираю Пайву. Также, думаю, можно будет посмотреть на такой вариант, как Шон Умели не победит, например, досрочно, я думаю, что коэффициент там тоже будет неплохой. В общем, ребят, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка. Интересно послушать, что вы думаете по поводу этого боя. Пишите все свои мысли в комментариях, также не забывайте подписываться на YouTube-канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну, а я вонюден с вами попрощаться, всем пока, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok